Всякая мудрость хороша, если ее кто-нибудь понял. Непонятая мудрость может запылиться. Эти слова принадлежат русскому прозаику, поэту и драматургу Даниилу Хармсу, которого называют крупнейшим представителем абсурдизма. Хармс хоть из вдумчивой философии, но писал для детей, так скажем, по-детски про взрослые. А яркий порой черный юмор смешит до слез. На сцене работают с полной отдачей, словно именитые актеры, чувствуя свое превосходство. Отточено и без запинки завершают свои монологи юные воспитанники творческого центра. Дети так искусно перевоплощаются из одной роли в другую, среди которых есть и четырехлетний, что очевидно. Позади колоссальная работа наставника. Нара Пилия – создатель Центра творческого развития «Мое время» по образованию режиссер. За ее спиной многолетний опыт работы на абхазском телевидении и различных проектах. С учетом по-особенному теплого отношения к детям, 8 лет назад она решила направить свои знания в новое русло, делиться с детьми тем, что может помочь им развиваться и совершенствоваться. Я являюсь вообще организатором проекта «Щищнани». Это мой проект. То есть это тот период 80-х годов, когда как бы меня судьба связала с детьми. Не случайно, потому что я их, ну сказать, люблю, это ничего не сказать. Это часть моей жизни. Я считаю, что если мы все сможем взаимодействовать с детьми так, чтобы они нас принимали, то мир станет чище. Спектакль шел около часа. Наставник постоянно была рядом, а зрители ни на секунду не отрывались от представления. Мила Кац, исполняющая роль ведущей, играет на этой сцене будто на большой, так же, как и ее подруга Алиса Кокаскерия. Они обе мечтают стать актрисами кино или театра. Девочки признали, что переживали. Ведь во время игры путались в стихах и даже забывали тексты. Но командная работа дала свои результаты. Я занимаюсь здесь с пяти лет, и мне очень нравится. И я начинаю с каждым годом меняться. А сегодняшнее выступление, вся команда как отработала? На ура! Там есть иногда моменты, когда мы путались в стихах и все такое, но мы быстро все выравнивали, и все было хорошо. А вы знаете, что вы, что у папа моего было 40 сыновей. И не 20, и не 30. Ровно 40 сыновей. А родители с трепетом наблюдали за своими детьми из зрительского зала. Кто бы мог подумать, что трехразовый поход в неделю в творческую студию даст за год такие и вдушительные результаты. Они были не просто в восторге, а очарованы этими маленькими актерами. Я в восторге. Дети просто взрослые роли играют. Просто очень красиво. И очень радует, что есть дети. Их много. Которые и спортом занимаются, и стихи читают, и танцуют, и поют. И это будущее. И это здорово. Юных артистов провожали бурными аплодисментами со словами «Браво» букетами цветов в придачу с горячими объятиями изумленных мам и пап. Одним словом, восторг. То, что показали сегодня дети в этой сложнейшей пьесе, глубоко философской, ну просто меня это поразило. Мне кажется, они осознали саму идею, саму философию Данила Харпса. Актерское исполнение потрясающее. Ну дети играли великолепно. Просто здорово. Какой дальше будет у них путь? Будет это сцена, будет это эстрада, или будут это другие какие-то иные другие работы. Это неважно. Но вот этот заряд, который они получают здесь, он с ними останется на всю жизнь. Залог такого успеха – соблюдение главных условий наставника. Первое и самое важное – текст должен отскакивать от зубов. Нара пили хоть и мягкий, но требовательный наставник, для которой важнее всего выстроить отношения, когда в команде работать легко и просто. Было много новеньких, но я должна выразить им благодарность, потому что все-таки страх сцены, зрителей, руководителя мог дать другие результаты. Но я довольна. Мы вообще умеем быть благодарными. Они меня этому научили. Быть благодарными за все. И я думаю, что дальше у нас есть возможность двигаться. Работать над ошибками важно, как и совершать их. Ведь учиться на собственном опыте крайне важно. Идея работы творческой студии заждется на принципах любви и благодарности. Это позволяет двигаться вперед и творить, создавая новые чудеса. Разве не чудо, когда в человеке зарождается любовь к искусству? Асида Маля, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Вы сейчас сможете еще раз сыграть? Да. Пошли.